Очередная не моя посылка, которая заказана была через меня по новой почте. И это у нас должен быть электромассажер. Ну, вот здесь вот у нас написано. Электрик плюс массажер for home user. Моделька называется GR309A. И вот так он должен выглядеть. Как этой штукой пользоваться конкретно, я не в курсе, потому что заказывал это не я. Это через меня заказали, даже не через меня заказали. А на мое имя заказали. А в интернете заказывал это не я. Поэтому будет у нас такой колхозный сегодня обзор. На радость моим хейтерам, которые от души могут теперь матюков мне написать в комментарии, что это за колхозный обзор. Ты вообще понимаешь, про что ты рассказываешь. Нет, ни хрена, как говорит Бригман, не совсем я понимаю, что это за фигня. Я инфу посмотрел перед этим в интернете про эту штуку. И это массажер, который массажирует током. То есть физически вот такой вот, как вот, пальцами воздействия нету. А хренячит эта штука током. У вас сокращаются мышцы. И вот якобы это массаж называется. Ну давайте коробочку уже скроем, посмотрим. Давайте сначала покажу вам, как выглядит коробочка сзади. Это вот точки, куда лепить. Так, электроды, блок питания. Ну и давайте откроем уже коробочку. Открываем коробочку. И я как бы уже перед этим коробочку открывал, потому что коробочка там скрыта. Хозяин массажера проверял на новой почте комплектацию. И смотрите, здесь вот мануалочка, юзер, да? Электроник плюс массажер. Но в этой мануалочке, во-первых, на английском языке, во-вторых, здесь просто написано, тут вот, режимы, включил, выключил. То есть это инструкция, как эту штуку включать и выключать. Как же делать ей массаж, инструкции нету. Я посмотрел в инете, должна быть здесь инструкция. Или на русском языке, если у вас русскоязычный либо массажер этот. Потому что, смотрите, здесь вот, вот оно, это аппарат этот супер чудесный. И здесь по-английски у нас написано, по-русски не написано. И вот если у вас по-русски написано, значит, три батарейки АА. По-моему, АА должно быть, да, АА. Нет, батарейка она будет работать. И у кого на русском языке инструкция есть, куда цеплять этот вибломасложор, чтобы он массажировал вам мышцы. И если у вас англоязычный вариант, то есть, например, мы купим в Китае, там есть инструкция на английском языке тоже, где куда ставить этот электрод. Здесь же этой инструкции нет. То есть, насколько я понимаю, это кто-то купил в Китае, а потом на проме перепродал. А инструкцию это он заныкал. Но в эпоху высоких технологий, и слава электродным богам, у нас есть интернет. И в интернете я нашел вот такую вот инструкцию на русском языке. По-русскому это называется штука у нас импульс. И вот такой вот мануальчик некислый, в котором вот нарисовано, что как называется. Тут еще их мыть надо, электроды, оказывается. Вот на ногах тут какие точки лечит. Тут, блин, половина болячек лечит только на ногах. И вот потом где, что, куда прицеплять, чтобы у вас тут лечилось. Вот тут даже на интимные места даже можно цеплять. Не знаю, что за садомаза получается, потому что током она фигачит, не кислая эта штука. Ну и давайте посмотрим уже комплектацию. А то тут что-то как-то лирику развел насчет инструкции. Инструкцию, кстати, в описании прикреплю. Вот этот вот PDF-ничек, кому надо заходить и качайте. Тут еще у нас есть такие вот тапки, которые тоже фигачат током, которые половина болезни лечит. При том, что там вот, я так понимаю, вот это вот электроды вот здесь вот фигачатся вам током в четырех местах. И там точки есть, не просто там стали и все. Там еще ногу надо туда-сюда по ней ерзать и там в определенных точках лечат вам определенные болячки. Вот сюда цепляются электроды. Так что тапки не простые, тапки модные. Это у нас шнурочек на блок питания. Это блок питания. Блок питания, смотри, здесь манки какой-то, наверное, на 500 мА что там написано. Написано вообще 300 мА. Еще 4,5 Вольт. Он даже не на 5 Вольт. Ух ты, вот так вот. А, ну да, там же три батарейки, правильно? А три батарейки 4,5 Вольта. Все правильно. Так что 5-вольтовый обычный, не знаю даже. Может током вас жахнет, что и убьет, а может горит этот аппарат. Будете использовать какой-то таракан. У нас тут прислали нам. Надо его замочить. Тараканы нам не нужны. Зачипись с тараканами тут присылают. Это вот электродики. Их можно мыть. В инструкции только что видел. Они на липучках. Вот так вот отклеиваете. И приклеиваете. Это штучка для электродиков. Когда вы пленочку эту защитную снимаете, вот так вот прикрепляете на эту хрень. Это у нас провода к этим электродам нашим. Есть на 2, а есть на 4. Можно сразу 4 подключать. Вот еще 2 штучки. Подключается эта штука вся. Вот сюда. Вот сюда электрод. Сюда питание. Все гениально и просто. Давайте попробуем включить. Но током я себя бить не буду. Потому что, не знаю, я таким штукам не доверяю. Которые лупят вас током. Я сам как бы электромонтер. И когда вас бьет током, это не есть очень хорошо. Это 90% заканчивается летальным исходом. Поэтому, что-то как-то не доверяю я этой шняге. И не хочу, чтобы меня током било. И вообще, как бы вот эта коробочка. Маленькая. С трахтящими кнопками. Лечит все болячки. То есть, прочитал я в интернете, что начиная от соплей, заканчивая геморроем. Все абсолютно лечит. И спину лечит. И суставы лечит. И желудок лечит. И сердце лечит. И позвоночник лечит. Ну, все лечит. Абсолютно все лечит. И половые органы лечит. И потенцию лечит. И геморрой лечит. Чего на токоне? Все абсолютно все. Вот эта вот коробочка маленькая излечивает. Но вы в это верите? Но я как-то не очень верю. Когда вас лупят током, у вас все прям излечивается. Или это как говорил Бендер. Вам предводитель давно уже пролечит с электричеством? Ну, не знаю. Вы знаете, там нашел инфу, что мужик, который хвалит, расхваливает, что классная штука от всего его лечит. Рассказывает, что током вас фигачит с определенной частотой импульсов. И вот эта частота излечивает болячки. Ну, не знаю. Он показывал, как она типа лупит. Но лупит током. Вот так вот у него руки дергаются. Мышцы сокращаются при получении разряда электрического тока. А когда током вас фигачит, мышцы сокращаться начинают. Их начинают скручивать. И почему говорят, что вот когда там нарушаете технику безопасности. И хотите там проверить. Ток есть или его нет. И вы там типа там до чего-то дотрагиваетесь. То дотрагиваться нельзя вообще. Ни в коем случае. Надо мультиметром, индикатором или указателем напряжения проверять. Но если вы решили на такой эксперимент. То дотрагиваться надо не вот так вот. А вот так вот. Потому что если вас жахнет током. У вас сокращение пойдет мышц. И у вас пальцы сомкнутся. А если вы вот так вот дотронетесь. У вас пальцы сомкнутся. И вы за эту хрень схватитесь. И вас будет лупить током. Пока не убьет. Ну, смотря, конечно, какой ток. И смотря, как вы заземлены. Если у вас нету заземления. То есть вы там на какой-то сухой доске там стоите. Или на резиновом коврике. То у вас там дерябнет. Приятного мало, но дерябнет. А если вы стоите на земле. Если еще на сырой. То все. 220 убивает на раз, два, три. И это я говорю нет фонаря. Нам зачитывают несчастные случаи. Которые происходят по Украине. И там большинство случаев убивают 220. А не высокое напряжение. Высокое напряжение тоже убивает. Но высокое напряжение может вас еще так немножко присмолить. И живым оставить. А 220, если вы на земле стоите, то все. Так что мне стремновато. Что мне какая-то хрень китайская била током. Если вы бесстрашные, то можете попробовать. Говорят, что якобы помогает. Ну и давайте же ее уже включим. Посмотрим, что она нам блымает. Кстати, вот эти вот тапки пенорезиновые. Штеняют не то, что сильно, но запах от них есть. Так вот китайская резина. Так что все это дешман. Еще раз повторюсь, что ну блин, 15 баксов стоит эта штука. Излечащая все болезни. Ну не знаю. Давайте включим ее наконец-то. Смотрите, вот это вот тут единичка, двоечка, четверочка, шестерочка, восьмерочка. Это насколько вас будет фигачить током. То есть сила удара тока. Насколько у вас мышцы будут кондрашкой бить. Вот это частота. С какой частотой она вас будет фигачить? Это что-то тут для ног, для спины. Для рук. Это на каких местах вы выбираете. Вот руки, ноги. Чуть-то ничего не меняется. А это вибрация. Тут поглаживание, пресс. Вот вибрация. Чего ничего не работает? Я хз. Наверное, надо... Это, наверное, набибикает то, что электроды не подключены. Ну что, ладно. Так и быть, ради своих подписчиков. Сжахну себя пару раз током. Может, здоровей стану. Ну, именно здоровья прибавится, а не силы. Ох, липнет пипец как. Ой-ой-ой. Вообще прилип. Холодненькая. Даже интересно самому, как мне сейчас током сжахнет. Ой-ой-ой. Прилипает, что пипец. Сейчас буду лечиться, как предводитель током. Ну, я на единичку поставлю. Больше ставить не буду. Так, включаем. Ох, блин, муха. Ох, ни хрена себе. Фух, блин. Да, лупит током хорошо. Особенно импульс идёт. Вот сейчас уже нормально. Терпимо. А вот когда включил, такой вот первый импульс прошёл. Сжахнуло хорошо мне. Это вот я вибрато, наверное, включил, что оно так мелко-мелко рубит. Это вот импульсы идут. Скорость. Да, вот мельче-мельче, мельче-мельче. Ещё мельче. Сколько тут их скоростей? Вообще, я так вот жжу, как мурашки филачат 9 скоростей. Пусть будет первое. Что это рубище? Давайте рубище попробуем. Чё-то нихрена не поменялось. Порез. Брат, вот. О, блин, вот это лупашит. Как это, блин, на первое это я прикидываю. Если там вот подкрутить, там, наверное, вообще жесть будет. Вот это вот, наверное, вот самый такой этот. Ух ты ё! Вот это дал. Вот это лупит. Это на первый так лупит. Ну нафиг. И вот эта вот хрень должна лечить. Это пытки какие-то. Это пытать врагов на интимное место прицепить. Так это на единички. А если там накрутить семёрочка или что у нас там есть? Я боюсь даже крутить. Давайте какой-нибудь... Вот такой вот давайте вот. Ну. А ещё. Ух ты ёхарный бабай. Даже неметь начинает рука. Да. Электротерапия, блин. Я знаю, гестапо-то там эксперименты проводили током, хренячили там людей. Потом раньше, знаю, электротерапия была. Вот психическими отклонениями людей током лечили. Пятёрочку давайте, а? Чё-то это, в азарт вошёл. Ух, нихрена себе! А, у меня палец. Видите, вот разогнуть не могу палец указательный. О! Когда вот начинается... Вот он отпускает сейчас вот... Опа, импульс отпустило. А сейчас вот начинает ещё и безымянный лупить. Вот это вот её закручивает. Это не я. Ну, отпускай! Давай! О, отпустило. Да, вот так вот ток как-то приблизительно и работает. Когда вот вы дотронетесь, а у вас шибанёт, у вас вот сами мышцы сократятся. Как у меня вот сокращается сейчас вот палец этот. Это не я делаю, это мне током так вот. Так это на чём у меня на пятёрочке с половиной? Шестёрочку. Добави. Ёпан... А-а-а! Ты чё? Охренеть! Ух, блин! Ух! Ну нафиг! Ух! Охренеть! Фух! Единичка по сравнению с шестёрочкой так вообще кажется, что мне током уже и не бьёт. Да. Шняга, конечно, жёсткая. Я не знаю, как там хозяин будет лечиться этой штукой. Ну, током, конечно, хренячит. Во-первых, наверное, нельзя эту штуку применять, когда ты сам один. То тебе так вот скрутит нахрен и пипец. И завернёшься в бублик, блин. Ну, лупит на шестёрочке током. Очень хорошо лупит. Вспомнил, как последний раз мне лет так 15 назад 220 жахнуло, что мне палец занемел. Да, шняга, конечно, интересная. Китайцы придумали, чтобы белых людей пытать. Ну, и, в принципе, рассказывать больше про эту штуку нечего. Точки, которые куда цеплять, от каких болезней, это в мануалочке почитайте. Кому интересно, ссылка, ещё раз повторюсь, в описании будет. Если хотите лечиться электричеством, то покупайте себе такую штуку. Попробую найти её на Алике и прикрепить ссылку. Потому что на Алиэкспресс она дешевле в два раза, чем наши барыги местные продают. Притом, что они сами покупают на Алике, а здесь перепродают. Так что ссылочку оставлю в описании на Алиэкспресс. На Алиэкспрессе такие штуки есть. А кому понравилось видео, ставьте лайк. Я думаю, что я лайка заслужил, так как лупился я током, мама не горюй. Если не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажать колокольчик, чтобы приходили вам оповещения.